Приветствую всех, я Александр Колозий и это система, канал качественной аналитики. Мы экономим ваше время и анализируем то, что действительно имеет значение. Но значение для тех, кто пошел на сделку с совестью, будет иметь новый закон о конфискации имущества. Он о тех, кто поддержал российское вторжение в Украину. Кого это коснется в первую очередь? Что отберут и у кого? Как быстро это будет происходить и куда уйдет конфискатка лаборантов? Об этом прямо сейчас. Поехали! Итак, в Украине начинается большая конфискация. Да-да, вам не послышалось. Уже сейчас начал действовать закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, позволяющий отбирать в пользу государства имущества и активы тех, кто поддерживает российское вторжение. Ссылка на закон в описании, жду ваших комментариев. Итак, конфискация активов под санкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов, говорится в заявлении на сайте президента Украины. Кого он касается и как эта большая конфискация будет происходить? Сейчас разложу все по полочкам. Итак, полностью отобрать имущество и активы могут как у физических, так и у юридических лиц. Список есть у Совета национальной безопасности и обороны, который против этих людей и компаний вводил и продолжает вводить санкции. Эти люди – россияне и белорусы, а также владельцы паспортов других государств. На украинцев данный закон распространяться не будет. Но есть исключения. Если гражданин ввел террористическую деятельность, или украинская компания принадлежит даже частично кому-то из санкционного списка. Поскольку закон обратной силы не имеет, то применяться он будет только против тех, кого СНБО внес в санкционный список после того, как закон вступил в силу. То есть, например, против Виктора Медведчука этот механизм применить не смогут, поскольку он в списке Совета национальной безопасности попал гораздо раньше. Интересно получается, не правда ли? Имущество и активы отберут у, например, тех, кто принимал решение о начале так называемой спецоперации в Украине, то есть высшего политического и военного руководства России. Под действия нового закона попадают те, кто способствовал войне. Например, российские военные и их пособники в так называемых администрациях на оккупированных территориях. Ну а также белорусы, которые либо сами воевали, либо помогали русским воевать, либо предоставляли инфраструктуру для размещения армии и боеприпасов, либо пропускали ее через свою границу. Безусловно, большая конфискация коснется и тех, кто финансово способствовал войне России против Украины, а именно больших компаний, которые заплатили в бюджет России налогов более чем на 40 миллионов гривен за последний год. Это приблизительно 170 миллионов рублей. А также физлиц, которые в виде налогов отдали российской казне более 3 миллионов гривен за год. Также отобрать имущество и активы могут у доноров и благотворителей, которые перечисляли по санкционным лицам или компаниям пожертвования на более чем 750 гривен. Ну и еще, конечно, конфискация грозит тем, кто вел информационную войну против Украины, пропагандистам, отбеливающим российское военное вторжение в Украину. И не важно, это теле или телеграм-канал. Имущество и активы отберут в пользу Украины, и это имущество не обязательно должно находиться только на территории страны. Под санкциями окажется и то, что за ее пределами в любой точке мира. В чем отличие этой большой конфискации от обычных санкций? В том, что это не временный запрет распоряжаться нажитым непосильным трудом, а полное лишение имущества. В общем, грядут дела на миллиарды. Как думаете, насколько это будет возможным и кто станет первым? Напишите прямо сейчас в комментариях. Кто будет заниматься розыском имущества и активов? А вот здесь, как говорится, самое интересное. Пока что в законе написано «Центральный орган исполнительной власти». Предположительно, это Министерство юстиции, но это еще не точно. Указать будущего большого конфискатора еще должен Кабмин. Это первая такая большая брешь в этом законе. А вот дела об изъятии имущества у тех, кто выступает за войну в Украине, будет рассматривать высший антикоррупционный суд. Причем в турборежиме. На рассмотрении дела максимум 10 дней, на апелляцию 5. Но может ли тот, против кого применили законы конфискации имущества, спорить его в международных судах? Конечно. И для этого в документе есть основания. Например, не указано, куда точно пойдут конфискованные активы. Прямо в бюджет Украины или специализированный фонд. Также есть коллизия с формулировкой, в одной статье закона, основанием для конфискации определяется как существенная угроза, а в другой уже как существенный вред. Чем не повод для юридического сражения в зале международного суда? Если Украина будет просить у других государств помочь с арестом и передачей активов, закон должен быть выписан безукоризненно. Примечательно, что закон о конфискации имущества и активов, вовлеченных и поддерживающих войну в Украине, принят только на период действия военного положения. А оно сейчас, как известно, до 23 августа. Это означает, что те, кто принимают решения, знают, что дела на миллиарды не решаются за три месяца. Или нам чего-то недоговаривают, или кто-то сознательно делает в законе лазейки. Или, возможно, другая версия. Поделитесь своим мнением. И, конечно же, поставьте лайк этому видео, ваша реакция имеет для меня значение. Если было интересно, мы еще вернемся к этой теме. Я Александр Колодей, это «Система». До встречи. Пока.